Так, ну я начну. Значит, речь пойдет о сходимости градиентных методов, о конкретных вариантах, более-менее однотипных, методах проекции градиентов, при условии, что мы решаем задачу минимизации новой липчесовой дифференцированной функции на гладком многообразии. Функция предполагается не выпуклой, но с непрерывным по липчесу градиентом, но в какой-то там разумной окрестности этого многообразия. А многообразие предполагается не обязательно прям гладким. Гладкое многообразие это бесконечно дифференцированное многообразие обычно понимается. Оно может быть гладким классом ЦК, например, Ц1 или Ц2. То есть задается, например, система уравнений, каждая из которых задается функция гладкой или идея, что они продают дифференцированной. Значит, ну то есть такая существенно не выпуклая задача. Ну вот давайте на картинку смотреть, я картинками буду апеллировать, ну и надо писать какие-то формулы. То есть вот это вот многообразие, размерность какой-то M, все это в размерном иностранстве M, меньше строго, чем M. И мы делаем вот такую алгоритму, как написано здесь справа. Выбирается какая-то точка многообразия, счетчик устанавливается на ноль. И дальше делается такая двухшаговая схема. Мы по антиградиенту отклоняемся к точке X ката минус, ну некоторый неотрицательный параметр D ката, который будет еще ниже на градиент. F' это градиент, это градиент функции F, такие обозначения. Потом эта точка проекцируется на касательное пространство. Протогональная проекция ищется. Получается точка ZK, вот это написано. P это графометрическое проекцирование. И дальше устраивается так называемая, как при глаголе науки, называть ретракция. Ретракция много чего обозначает, но здесь ретракция это некоторое отображение, которое точку ZK закидывает опять на множество S. Причем оно обладает следующим свойством определения. Если мы будем стремить к нулю, длину отрезка XK минус ZK, то отношение вот этого отрезка XK плюс 1 ZK в длине отрезка XK ZK будет стремиться к нулю. Вот такое отображение, которое закидывает просто ZK на S, и обладает таким свойством определения. Но бывает ретракция в этой науне. Вообще ретракция это непрерывное отображение, пространство на какое-то множество. Обычно так, понимаем. Что вот под этой ретракцией будет пониматься в нашем пространстве? Ну, во-первых, это обычный метрический проекция. То есть мы точку ZK можем метрически проектировать, если можем, конечно, точку XK плюс 1 мы добрали. А вторая ретракция, она хитрее устроена. Сейчас я расскажу, что это такое. Это при определенном, опять же, выборе шага ZK, который мы скажем чуть ниже, вот эту вот точку XK плюс 1, можно набирать следующим образом. Ну, а давайте посмотрим на вот эти два множества, главным образом. Это мы берем в точке Z, строим ортогональное дополнение к T, к T, вот такое множество, и пересекаем с S. И вот оказывается, что вот это множество одноточечное. Если TK, то достаточно малое. я не расскажу, которое должно быть. При этом, вот в этом ортогональном дополнении, расстояние от точки XK, ну, в данном случае, мы видим здесь, до ZK не больше, чем вот эта величина. То есть квадратично по вот этому вот отклонению. То есть вот видим, что TND-краска последняя. Максим, извините, можно микрофон поближе? Что? Микрофон поближе. Было лучше слышно раньше. А я ничего не менял. А сейчас как меня слышно? Я в день, наверное, может поближе. Микрофон поближе. Сейчас. Поближе подвину. А меня слышно нормально сейчас? О, сейчас лучше, да. Сейчас, секунду. Может быть, тут мешает крышка. Ну, давайте так. Значит, что предполагается относительно множества S, я не сказал. Ну, оно может пока задано быть совершенно произвольным образом, как система уравнений, может быть задано как параметрически, как угодно. Предполагается, два вещи римскими цифрами они обозначены. Это, во-первых, S, проксимально гладкое множество с константой П на 2r, сейчас я объясню. Проксимально гладкое означает, что вот в окрестности этого множества вот с такого размера метрическая проекция на множество существует и единственная. По-другому еще можно сказать, множество можно обкатить шаром вот такого радиуса без заклинивания и проскальзания. То есть шар можно катать по границе этого множества без заклинивания. Вот такой множество называется проксимально гладкое. И второе условие, которое мы предполагаем уже единомножество на функцию, так называемое условие лежанского поликола и осеющего. Оно заключается в следующем. Существует положительная константа Мюн, что для любого X в множестве S пересечить с любым множеством функции F, уровня F от X нулевого, где X нулевого старта нашего алгоритма, выполняется вот такое неравенство. То есть оно глобально по всем точкам вот этого множества. Но оба эти условия достаточно неочевидны и в общем могут вызвать скепсис по поводу того, вообще не выполняется, как их проверить и так далее. Сейчас мы об этом, кстати, будем и говорить в дальнейшей части доклада. Но если эти условия выполнены, то тогда у нас имеются вот такие оценки о сходе. Во-первых, есть вот такая фундаментальная формула, связывающая предыдущий и последующий в шаге алгоритм. То есть на следующем шаге значение функции меньше, чем на предыдущем, вот на такую вот, не менее, чем на такую величину. Где Qt, вот такая функция. t это tk, t это здесь tk, t я беру пока фиксированную tk. t может выбираться вообще любым в этой формуле, но имеет смысл, конечно, брать t таким, чтобы вот этот вот множитель был положительный. Тогда вот эта вся величина неположительна, и мы на каждом шаге монотонно уменьшаем значение функции. То есть мы из этого лидерного множества не выходим, и монотонно куда-то движемся, ну, в сторону мию. И на самом деле не просто монотонно движемся, а вот при выполнении условий Лежанского поля Курасевича мы движемся со скоростью георитической прогрессии. Если f со звездочкой это инфимум функции f на множестве s, мы предполагаем, что он достигается. Ну, например, разкомпактное многообразие, там достигается всего таких причин. То тогда на k плюс первом шаге разница между значением функции и этим инфимумом меньше, чем единица минус минунок у t на разницу на предыдущем шаге между значением функции и значением этого инфимума. Вот такая исходимость по функции и для первой ретракции, для проекции, и для второй ретракции вот этого вот, ну, как ее назвать, я не знаю, ортогонального такого построения. Одна и та же формула получается, вот такая. Это величина, кстати, от нуля до единицы, оказывается, всегда. И вот, ну, какая-то скорость георитической прогрессии реализуется. И по точке вот такого типа сходимость, где вот эту константу я, может быть, выписываю, но там какая-то формула, я ее не стал выписывать, в статье, может быть, найдена эта формула, и для первой, для второй ретракции. Что здесь вот в этом результате, значит, он опубликовал в журнале Сетвэрид Анализа, ой, Сетвэрид Анализа в 2020 году. Ну, один из результатов этой статьи, она довольно большая, вот эта теорема. Что в этом результате нового по сравнению с известным мне, по крайней мере, результатом, который я изучал за последние примерно 20 лет? Ну, вот то, что здесь явный оценок. Я нигде не видел явных оценок. Везде какая-то асимптотика вот этой исходимости в лучшем случае получается. Или, начиная с некоторого непонятно какого члена, есть асимптотика. И, в общем, нигде нет явных оценок. Это, конечно, может быть и не рассматриваться как недостаток, но если вы хотите все-таки как-то со скоростью разобраться, то оценка, в гуке, у большого чего-то совершенно не годится. Потому что константы в этом о большом непонятно какие. Они могут быть очень большие. Здесь вот все эти константы получены явно. Ну, за деталями я целую эту статью не буду сидеть. Константы здесь вот, кстати, константы вполне себе проста. На что я хочу обратить внимание по поводу вот этого результата. Если посмотреть статью Полика 63-го года в ЖВМ, где градиентный спуск изучался, опять же при условии, ну, там, это условие называлось условие Лоя-Севича, условие там, ну, вот это условие, но для, без вот этого вот проекта, потому что спуск, безусловно, минимизация рассматривалась, то там точно такая же формула абсолютно получена. И такая же формула получена. Это, в общем-то, понятно почему. Потому что гладком многообразие локально устроено как эклидовое пространство. Если мы рассмотрим касательно плоскости и в окрестности точки XK будем все рассматривать, то оно очень хорошо, особенно C2 и более высокой гладкости многообразия, приближается, ну, мерным вот этим вот эклидовым пространством. Поэтому все результаты здесь должны получаться, в общем-то, примерно такие же, как безусловные минимизации, что мы и видим из этих форм. В частности, здесь, вероятно, возможен ускоренный спуск, ускоренный эклидентный метод Бухенестерова, и вся эта членя, в общем, тоже возможна, но у меня просто не хватит пока все это доказать. Но это вот такие хорошие задачи для студентов, аспирантов, для тех, кого это интересует. То есть, очевидно, что все это будет работать так же, как безусловно, минимизация, дело за мало. Все это доказать, написать, ну, это довольно-таки все. Другой момент, на который я хочу обратить внимание, в связи с этой задачей, это вот доклад Бориса Теодоровича, который он делал буквально недавно, вот на международном семинаре, и на нашем семинаре в марте 2020 года, по поводу как раз задачи, когда на многообразии мы минимизируем функции. Но там идеология была такая, мы это многообразие, в общем-то, как-то разрешаем, одни перемены угрожаем, через другие, и сходим к задаче, к задаче, безусловно, минимизации. Конечно, надежды на то, что широкий класс задач так можно решить, ничтожно мала, потому что, ну, например, все матричные многообразия, и все задачи, которые я видел, в этом смысле не обладают. Ну, и вообще примеров довольно немного известно. А вот, используя вот эту идеологию, можно решать эти же задачи, но не делая вот этого шага, не сводя задачу условной минимизации на многообразии к бедусловной. При этом, на что я хочу обратить внимание, Борису Теодоровичу тоже нужно вот это условие Коля Каласеевича Лежанского. И если оно есть в его задаче, то легко доказать, что оно есть и в этой задаче. Ну, и наоборот, на самом деле, от одной группы. Поэтому мы не теряем вот этого важного условия, и если мы решаем задачу условной минимизации, то мы получаем скорость переверечной прогрессии. Ну, вот все это как бы хорошо. Есть формулы. Они, в общем-то, по большому счету такие же, как бедусловные. Минимизация, кстати, полика 63-го года. Но возникает вопрос о вот этих вот предположениях. Они вообще проверяемы? Они выполняемы? Потому что если они непроверяемы, невыполняемы, это все некая теорема, которая немротворожденная такая, не применяется. И вот сейчас я должен уже... Значит, вот проксимальная гладкость. Давайте мы рассмотрим наиболее популярные многообразия, которые здесь встречаются. Это матричные многообразия. Я напомню ей. Многообразие штифеля. Значит, везде n больше k натуральный из х. Многообразие штифеля. Это множество матриц размеров n на k. Можно считать, что х транспонированная на х есть единичная матрица k на k. Это многообразие лежит на сфере радиуса корень из k в соответствующем евклидовом пространстве в адресе. И оказывается, что многообразие штифеля проксимальная гладкость константы 1 для любых nf. Вот этот результат меня удивил, потому что сначала я получал оценку, которая зависит от размерности nf. Но всегда она равна 1. То есть сейчас мы уверим, что константы проксимальной гладкости ищутся. Иногда даже точно. Многообразие Грасман. Значит, что это такое? Вообще говоря, по определению это камерное подпространство в Ре. Ну, и там есть метрика, вводятся такие принципиальные главные углы, типа полярных углов, я не буду создавать определение, и там вводится метрика на нем, и в общем что-то можно делать. Какая-то такая фигня, по-моему, кому-то нужна, но, по-моему, мало нужна. И вот вопрос, как погрузить это пространство в гипквидово пространство, ну, вообще-то больше размерности, чтобы вот всю эту геологию применить. И вот тут есть очень хорошая статья Конова, Слойна и Хардина, по-моему, 90-го какого-то шестого года, где они вот это исследуют и получают вот такое вложение. Сейчас я поясню. Многообразие Грассмана можно рассматривать как вот такие матрицы симметричные, Х на их трансформирование, где Х это матрица из многообразия Штифеля. Дело в том, что вот это вот есть просто автогональный проектор на подпространство камерное, натянутое на столбцы матрицы Х, можно сказать. Ну, и понятно, что если мы такие проекторы рассматриваем, вот это я исследовал в своей статье, которая в живем опубликована, оказывается, что вот это многообразие, у которых пространство симметричных матриц погружено, размерности n в норме фрабенюсовской нормы. В норме фрабенюса вот таким образом такую константу имеет максимальную гладкость. Ну, напомню, что такое норма фрабенюса матрицы видеть на всякий пожарный. Это корень из следа х транспонированного на х. Норма фрабенюса. Значит, следующая матрица многообразия, еще двое, наверное, это вот такой буквы мы хитро обозначим. Это матрица n на k, у нас всегда n на k, такие, что ранг х равен r, и сингулярные значения матрицы и все сингулярные значения не меньше, чем какое-то положительное число сигма нулевых. Значит, вот это многообразие матриц ранга r, у которых сингулярные числа отделены от 0. Оно имеет, значит, следующую ситуацию. Если r меньше k, то константа в проксимальной гладкости сигма 0 на корень из 2. А если r равно k, то 7. Это вот мой магистр Камалов указал. Ну, еще одно многообразие уже сублимации пошли. Не самое важное, но встречающееся. Это матрица ранга от единицы до r. Сингулярными числами не меньше, чем сигма 0. У него константа в проксимальной гладкости сигма 0 по полу. Это тоже заказал этот самый Камалов. Значит, вот, пожалуйста, это основные матричные многообразия. И везде мы можем просто точно, это точное значение. Оно не может быть увеличено. Если хоть найдет увеличить эти числа, то найдется матрица, у которой несколько проекций, которые выходят из проксимального слоя. То есть вопрос о проксимальном слое решается достаточно просто для матричных многобранных. Ну, это не то, что достаточно просто, он вообще решается. Я хочу все-таки сказать об идее доказательства. Я, конечно, не буду доказывать, оно чуть-чуть разное во всех этих случаях. Но где-то совсем простое, там, где-то похитрее, где-то похитрее. Но идея следующая, вот для любого матричного многообразия. Вот эта идея, мне кажется, интересна, потому что она восходит в теории приближения, которая вообще занималась абстрактными вопросами, стечками, Ефимова, Кли, вопросом на единственное приближающего элемента. Дело в том, что если мы возьмем любое из этих матрицных многообразий и рассмотрим максимально дно слоево соответствующего радиуса, то можно доказать такую вещь. Если мы берем матрицу и берем проекцию этой матрицы на многообразие, а формула для проекции, кстати, была известна сто лет в обед, то есть она там вообще, наверное, с XI века известна, ну, минуты двадцатого это точно, когда эти многообразия появились, сразу формула для проекции на них были получены. То, оказывается, эта формула устроена так, что если мы находясь в слое соответствующего радиуса для каждого многообразия, сдвинемся чуть-чуть вот сюда от проекции, вот сюда чуть-чуть двинемся, то проекция будет та же самая. А что это значит? Мы же и в клином пространстве находимся в такой момент. Это значит, что вот есть один шар, а вот в этой точке сдвинутой X-тибе есть другой шар, касающийся первого в точке проекции. Значит, эта проекция для вот этой точки X единственная, потому что гиквидовые шары они будто не касаются в одной точке. И отсюда некое эквивалентное свойство для проксимальных множеств, говорящие о том, что мы находимся в проксимальном случае. Вот так доказывается, так можно доказать, вернее, для каждого из этих многообразий, используя понятие солнечности, что если мы отходим чуть-чуть от этой точки от проекции, оставаясь в слое соответствующего радиуса, мы имеем ту же самую проекцию. То есть основная идея доказать, что проекция единственная. Вот так доказывается может с помощью вот такой геометрической картины. Ну, хорошо, значит, вот это мы про матричное многообразие, мы вопрос о константе максимальной гнаткости можем точно решить вообще. Ну, а если многообразие абстрактное, то тогда мы что-то тоже можем решить, но уже, конечно, не так точно. Я чуть-чуть скажу про это. Ну, пусть многообразие задано системой, g от x равно нулю. Где g хорошая там вектор функция, условие полного ранга выполнено для всех x и z и все такое. Тогда идея тут такая. Вот рассмотрим g это равно нулю уравнение и g это равно нулю. Эти множество, ну, конечно, надо, чтобы они были максимально гладкими, это там доказывается исходя из функции g и значит их вот в точке пересечения можно подпереть двумя шарами. Для двух функций давайте идею на козеркс расскажу. А когда мы можем теперь вот это пересечение подпереть шаром, так сказать, с любой стороны? Ну, надо, чтобы этот шар мог перекатываться внутри этих шаров. Они-то есть уже. То есть его радиус должен быть вот таким. Вот центр этих шаров соединяем и вот вот это вот сечение считаем по теоретике Фагора и выражения. Это и есть радиус шар, который можно катать вот таким образом внутри этих шаров, и он будет подбирать вот это пересечение с. Ну, это такая сырая идея, тут, конечно, надо считать, все не так просто, но вот она довольно геометрически наглядная. И так можно, имея какие-то свойства вот этой матрицы, ну, например, что расстояние между ее углы между векторами образованными сроками больше какого-то хи, оценивать вот этот радиус, просто оценивать с ним, что нам не надо. Но вот так был посчитан, когда я еще не знал результаты про многообразие Штифеля, что там константа максимальной гладкости 1. Я посчитал вот на этом принципе константу максимальной гладкости для многообразия Штифеля. Она получилась вот такую. Ну, меньше единицы, конечно, и от этого вообще не зависит, а от этого зависит так. Но тоже можно использовать в некоторых ситуациях, хотя мы видим, что эта оценка совсем не точна. Точная оценка всегда вот такая. Ну, а если многообразие не такую хорошую структуру имеет, то тоже какие-то оценки можно делать, но они уже будут, не точны. Здесь тоже вопрос для исследователей. Окей, теперь с условиями Лежанского поликового осечения. Здесь я сотрудникам драматизм. Давайте разберемся с условием Лежанского поликового осечения. Что можно сказать про него, когда оно выполняется? Напомню, что это условие заключается в следующем. Для любого х из множества х из с f от x меньше равно f от x нулевое должно выполняться мил больше нулевое должно выполняться вот такое мировое. это со звездочкой это 1 сим f на множество с ну вот тут как-то результат особо хороших немного хотя люди даже в метрическом пространстве получают аналоги и в общем что-то исследуют. Но тут удалось получить следующий результат сейчас я его сформулирую можно чуть-чуть обсудить. Пусть s задается системой и мы минимизируем функцию f на множестве s пусть функции f и g дважды непрерывно дифференцируют. Ну в общем-то не шибко обременительное условие. Конечно система удовлетворяет условию полного ранга стандартное требование рассмотрим вот такую значит стулку такую функцию где ленда это мерный вектор ну g штрих это матрица и коди понятно да вот эта система f штрих это градиент f и вот такая вот вектор функции где ленда вот такой вектор на самом деле на тык зависит это решение вот такой задачи квадрат вот этой вот функции минимизируем и отсюда ищется вектор ленда ну можно выписать формулу я просто не буду немножко не загромождать вот оказывается следующее давайте рассмотрим производную вот этой функции по всему вот этому аргументу делян напоминаем вот из этого условия ну там можно даже формулируй это будет вот такая матрица лямбда это компонент электро лямбда вот справедливо следующее утверждение пусть омега стационарные точки то есть не обязательно минимума стационарные точки вот в этой задаче минимум F на S где S вот такое а F вот такое и S компактное многообразие пусть для любого X звездочка из омега даже так пусть существует такой ню больше нуля что для любого X звездочка из омега вот эта матрица F' X лямбда от X для любого H из R N плюс M больше равно ню на H ну то есть матрица не вырождена и не вырождена вот за пактинг такое условие а-ля теорема банка в обратном операторе нюмбда выполняется условие LPL для ну не LPL вернее а аналог условия LPL вот такое условие выполняется тогда существует мю больше нуля что мю на расстояние до омега от X меньше чем вот это вот проявится на самом деле вот это условие то же самое что у Соля-Лежанского полиполосеевич но чуть-чуть других записанное обозначение чуть-чуть других так сказать но можно доказать что это очень близко там из одного другое ну константы конечно разные тут мю свое а тут мю свое но вот это вот такой результат который получается на самом деле просто из формулы ТЭЛа предлагается вот эта функция и используя этого оценка все получается это значит один из результатов который опубликован в журнале Optimization что-то тут написать тоже 22 года ну там много другого всякого но и это тоже есть и это вот отчасти показывает что если у вас изначально задача имеет хорошую структуру ну например ну вот я конечно сейчас фантазирую есть одна стационарная точка и матрица не выраженная то у вас все сойдется с линейной скупой но к сожалению ничего лучше просто нет я не нашел в литературе ну и рецензии не нашли так что как бы не только я вот тут конечно тоже это проверяется опустериоре вообще говоря но хоть как-то проверяется если вы запускаете алгоритм и попали в какую-то зону где матрицы не вырождены то все будет хорошо но но вот этот результат получен совместно с Андреем Третьем который предложил в частности вот эту вот значит поэтому в ряде задач ну например где множество стационарных точек совпадает с множеством экстрементов или пусть даже не совпадает но где множество стационарных точек например конечно и матрицы не вырождены там вот этот алгоритм будет работать с Ленинским только что вот это условие условия Лежанского поликолосения по сути дела просто одно и то же из одного другое можно доказать ну с изменением чуть-чуть константных значит это вот такой основной результат про выполнение условий поликолосения то есть довольно широкий класс задач где она выполняется кстати результат меня лично удивил потому что вообще условия да точнее сказать бэкграунд потому что может быть все знают что условия вообще-то Лежанского поликолосения ну вот то что Лежанского доказала что потом получали требует вообще бесконечной дифференцировки как многообразия так вообще говоря и функции ну или там даже не бесконечной дифференцировки аналитичности требует все это должно разлагаться по в ряд по многочленам либо каких-то более слабых свойств но близких аналитичных а здесь требуется в общем-то ничего такого необычного только c2 ну и вопрос о реализации вот справедливо и мне рецензенты особенно в оптимизации задолбали ну и коллеги говорили ну мы же не знаем константы какие же константы мы не знаем на самом деле мы как видите знаем многие константы даже точно ну вообще говоря можно считать что мы не знаем значит что такое L это константа липшиса для функции это R L1 это константа липшиса для градиента R это ну вот эта константа максимальной гладости мы их можем не знать ну это мы можем точно не знать это можно не знать и так далее как тогда модифицировать алгоритм потому что в том варианте который я демонстрировал сам начале ну давайте это откроем T выбиралось фиксированным и исходя из условий что вот эта величина положительная но если мы не знаем этих констант или 1 или R которые входят сюда образуют вот этот вот самочник то мы не можем подобрать T и возникает вопрос как реализовать этот алгоритм ну давайте значит вот эти константы L1 и R это константы липшиства F константы липшиства градиента и константы проксимальной гладности они могут быть неизвестны что тогда делать с алгоритмом ну напомню что алгоритм у нас вот такой X0 выбирается на многообразие счетик ставится на 0 дальше вычисляется Z-ката как проекция на оптогональную ну касательно прошу прощения по пространству вот вопрос в выборе этого Т-ката и дальше у нас следующая точка как ретракция устроена где RS либо проектор либо вот этот вот оптогональный ретракция который я говорил лучше вопрос как можно выбирать Т-каты вот не зная полной информации об этих обстанках здесь есть два правила которые называются амиха то же самое что безусловно минимизация тоже можно и здесь предложить первое правило годится для случая когда ретракция это проектор тогда на катом шаге Т-каты да мы фиксируем альфа-б это от нуля до единицы и какое-то число д больше нуля совершенно произвучно значит вот в первом правиле армиха оно выбирается следующим образом по индексу ну L давайте 0,1 и так далее максимально из чисел берется D на B в степени N где выполняется вот такой нерадекс значит здесь ксикаты я за краткость обозначу вот это вот а XK плюс 1 здесь к сожалению приходится вычислять как проектор на S Z-каты причем этот проектор может быть не одноточный потому что куда попала точка Z-каты мы не знаем может она не в максимальном слое поэтому ну проекция конечно существует но может быть не одно мы выбираем какой-то или нет здесь вообще не надо никаких константных это правило Армих устроено примерно так же как безусловно минимизация ну честно говоря я его не сам придумал а немного стырили у двух авторов из некой статьи 15 года ну конечно у них там безумие какое-то я тут все почистил человеческое написал там это правило Армих целую страницу занимает ну здесь не надо не знать вообще ничего вот считаете и получена оценка со скоростью геометрической прогресса сходимости этого алгоритма но здесь проблема вот в этом вот постоянно повторяющемся поэктировании вот мы берем L равное так я M написал L M она сопроводмерность пространства берем L равное нулю вычисляем Z кат вычисляем проектор ну вот T берем соответственно L равное 0 T равно D вычисляем Z кат вычисляем проектор и оказалось что неравенство неверно нам надо L увеличивать и двигаться дальше и вообще говоря это движение может быть достаточно длинным потому что как мы подобрали по отношению к параметрам задачи вот этот шаг D и числа А и Б непонятно и это может быть затрата доказано что максимизация достигается что рано или поздно мы удовлетворим вот этому условию это строго доказано простой факт но возможно удовлетворение не спор и поэтому перебирая L мы вообще говоря здесь можем очень много потереть поэтому конечно какую-то информацию желательно иметь о константах чтобы эффективно правила армии использовать поэтому есть еще и второе правило армии вот допустим мы чуть-чуть знаем константу R хотя бы оценку снизу но мы видели что для матричных многообразий мы ее точно знаем вообще а для других многообразий как раз таки оценку снизу можно получить правда очень грубую но мы и константу L липшиса оценку сверху ну сверху константу липшиса мы там миллиарды оценим всегда тогда выберем так альфа-бета можно взять любые D надо взять меньше чем корень из трех надо но не магические числа у него L на R и так это выбирать как максимум L 0,1 и так далее D B в степени L F от Z ката минус F от X ката меньше либо равно чем минус альфа D B в L степени на X ката в квадрате X ката вот это самое про R очень похожие формулы но что здесь отличает их здесь стоит следующая точка которую надо вычислять каждый раз проектировать а здесь стоит проекция на подпространство ее вычислять надо один раз потому что если мы давайте на картинке попытаюсь это пояснить если мы один раз спроектировали на подпространство и не вышло это неравенство не получилось то тогда мы не должны проектировать дальше мы просто отрезок должны делить но уменьшать его в это раз и брать следующую крышку из отказки соответственно это L равное 0 L равное 1 и так далее то есть мы должны один раз проектировать градиент касательно это пространство и как безусловной минимизации уменьшать вот этот отрезок пока не выполнится неравенство опять же доказывает что оно рано или можно выполнить как оно выполнится мы эту точку любой ретракции либо проекция либо ортогональная ретракция проекцируем переводим назад на многообразие X тоже сходится со скоростью генетической прогрессии есть оценка через вот эти константы они хоть неизвестны но в оценке участвуют ну здесь вот нужно знать оценку снизу для R и оценку сверху для L для материчного многообразия вообще ситуация нормальная здесь мы точно знаем константу а здесь мы всегда константы любишься себя по оценим ну а если мы совсем хотим ничего не знать то вот пожалуйста такое правило значит вот эти результаты получил совместно своим магистом Камаловым ну собственно я ему задачу поставил он все лучше доказать сумел молодец и направлен буквально неделю назад в живые потому что там в отличие от буржурских журнала подбирься подбирься буржусь надо работать спасибо за внимание все готовы спасибо большое Максим Викторович вопросы оптимизации традиционно занимают и продолжают занимать заметное место в деятельности нашей лаборатории продолжаете эту линию замечательно пожалуйста вопросы Максим Викторович скажите пожалуйста что дальше какой следующий шаг в направлении работы веятель ну тут электрон не щерпаем как и атом шагов очень много можно делать на ближайшие шагов значит ну вот честно да чистый эксперимент я приглашаю коллег из других лабораторий я сам не программирую я сейчас там попытался в этом году но надеюсь что-то писал там и бога и понял что сапоги должен тащать сапожник и пироги печь пирожки ну а вот это легко довольно программировать но кстати мой студент тоже что-то разлюбил программирование вообще что-то народ не любит здесь можно программировать а это плохо вот это можно просто запрограммировать и это будет хороший результат гораздо лучше чем придумывать статьи сяги которые посчитались журнал конечно мне потряс дальше что дальше сейчас дальше надо комбинировать ингредиентный метод с методом Ньюзена ну вот мы с Андреем написали в оптимизейшн вышла статья про это но она конечно носит теоретический пока характер вот где вот эта оценка в частности получена там мы что делали мы вот для этой задачи минимизация дважды непрерывной деферницированной функции на множестве такого вида комбинировали два метода сначала мы искали да мы искали стационарную душу в совершении вот этой задачи когда что-то равно как мы это делали мы сначала запускали градиентный метод когда попадали в зону сходимость методом ньютона запускали метод ньютона там получены просто оценки что это реализуется но они к сожалению такие они точные они получены как-то они проверены там вроде все включая рецензентов но программировать их трудно потому что там сеть констант они вылезают вот их надо знать понять какие-то алгоритмы может даже чуть-чуть теористика сдобрить чтобы конгредиентный метод переключаться в этих задач к методу ньютона это по-моему достаточно актуально было и вообще решили вопрос о вычислениях на многообразиях в некоторых хотя бы слухах ну и например я наверное этим не буду заниматься но могу предложить как задачу интересующимся людям это имеется ввиду аспиранты студенты вот ускоренный метод Нестерова перейти многообразие из философских соображений он очевидно будет работать потому что локально многообразие устроено так же как юфидово пространство раз юфидово пространство работает то и плодом работает ну а дело за малым все это формально написано такие может быть задачи ну и много чего еще понятно спасибо вопросы еще пожалуйста можно вопрос в дополнение к вопросу Михаила Владимировича такой вопрос вот Максим Викторович а у вас нет такого желания применять теорию оптимизации до синтеза систем автоматического управления в вашей лаборатории это так же развивается что представляет ну вот это желание всякое у меня есть но понятно я вот синтезом систем как бы не занимался но надо обсудить с коллегами может быть что-то вот я говорю то что Борис Теодорович предлагал вот это у него конечно красиво когда разрешается когда грубо говоря от условной оптимизации мы переходим к безусловной там вот по этому папу ну один из основных так скажем и мы попадаем в безусловную минимизацию там у нас условит поле коллижанского лаосевича и вот мы градиантный спуск устраиваем но понятно что вот есть задачи квадратичных регуляторов и ряд других задач где что-то получается но там скажем для тех же матричных многообразий и других абстрактных установок это не реализуется вы не выразите нормальные ограничения но можно вот эту идеологию Бориса Теодоровича применять без вот этого шага выражения они но тут вот еще одна задача очень актуальна вот эту ретракцию все-таки посчитать несмотря на то что здесь написаны формулы геометрические это все на самом деле решение системы уравнения часть из них линейная часть из них не линейная же от x равно нулю и здесь тут уже вопрос даже не научный а технологический тут вот эта точка на самом деле xk она очень близка к точке zk вот это расстояние оно мало квадратичного и здесь можно применять самые разные методы вот кстати экспериментально тоже возможно работа но мне нужен коллега который бы программировал тогда мы можем написать я сам программирую наверное не смогу вот и тогда можно вот эту ретракцию просто посчитать разными способами и если получится более-менее удовлетворительный результат то тоже интересно по-моему видишь хорошо спасибо еще есть вопросы да можно вопросик про не совсем гладкие функции то есть скажем задача минимизации аж бесконечной нормы вроде бы это негладкая задача но там есть какой-то субградиент Кларка если я не ошибаюсь ну что я тут хочу сказать вот вы видите что даже для гладкого случая тут в общем-то ну как бы я пафос моего изложения что все это можно применять но сам я ничего не запрограммировал вы можете мне предъявить конечно законную претензию что вы как бы не запрограммировали с другой стороны ну товарищи ну ахипы программируют когда мы все константы просто для матрицы благообразие известно они точно не вычисляются но константы лившиса оцениваются все это как бы не проблема ну надо что кто-то взял если это не строго но можно применять для негладкой активизации то это интересно запрограммировать вот сейчас мат заметка должна выйти в моей статье где негладкий случай ну там не Кларка субградиент а субградиент фрише я рассматриваю чуть-чуть послабее такая вещь вернее посильнее но там вот как раз тоже есть задачи где негладкую функцию можно минимизировать тоже например многообразие тоже какие-то сходящиеся алгоритмы получаются но не настолько все хорошо что прям можно было программировать вы можете эту статью сейчас она буквально на днях должна выйти посмотреть и увидите что там конечно еще пахать надо я видел статью вообще в метрических пространствах все рассматриваю без линейной структуры до нелидий статьи ну там да прикольный результат даже производных там есть непонятно как это например проверять мне непонятно спасибо спасибо пока глубоко в теоретической зоне главный случай вот я предлагаю для программирования если кто заинтересуется то давайте копирируем еще можно вопрос пожалуйста спасибо сейчас парочку вопросов вот разного немножко типа вот меня интересует такой момент допустим минимизация выпуклой функции это более менее то есть не выпуклой которая устроена таким образом берется выпуклая например энтропия относительная энтропия это что там минус икс это но логарифм икс это ну я хочу сказать что сначала берется отображение билинийное вот и потом уже от него выпуклая функция например ну понятно комбинации да я не думал над этим вопросом тут конечно возможно какие-то упрощения и уточнения но я просто над этим не думаю но это тоже вот как бы наверное что-то получается хорошее да еще коллеги извините маленькую реманку я забыл сказать почему схема двухшаговая почему сразу не проекцировать вот эту точку ну например здесь у нас проектов почему сразу не проекцировать ее на оказывается это мне некие рецензенты показали из оптимизейшн что для например матричных многообразий малого ранга когда ранг мал то есть размер у него маленькая в сравнении с n и так далее вот проекцировать касательно подпространства а потом многообразия стоит о большой от r а проекцировать сразу многообразие стоит уже ну там типа большой от n как квадрат ну сингулярное разложение то есть существенно дороже и поэтому вот например для некоторых многообразий например матричных многообразий малого ранга вот эта схема она еще вычислительнее может быть более экономичной чем непосредственно проекцирование на если хотите ну ссылку на эту статью в архиве можно довольно забавный результат я не ожидал что такое возможно такое возможно а то что вы спросили про функции суперпозиции да это как бы тоже возможный вариант но тут как вы понимаете общую постановку уже таите столько всяких нюансов что у меня просто руки не дошли на таких конструкциях хотя это неправильный вопрос по всему ну и второй вопрос можно общего характера вот я так и вижу что вы рассматриваете все время норму евклидову вот это вопрос вот можно ли обобщить на другие нормы но вот здесь это мне принципиально евклидову я более того дело в том что вся эта технология с максимально гладкими множествами нормально работает в евклидовом пространстве нормально в том смысле что хорошие формулы в евклидовом тоже все работает но там будет все довольно криво и нехорошо поэтому здесь конечно наверное на каком-то этапе какие-то нормы может быть и можно вот очень популярны брекмана нормы расстояния дивергенции что называют плавление ну не знаю здесь очень принципиальный момент что у меня все в евклидовом пространстве и я даже вот эти многообразия матричные вкладываю в евклидовое пространство что может быть иногда и неоправданно потому что размерности у меня увеличивается но зато у меня появляются эффективные методы и я могу все так ну а люди что-то считают у них что-то сходится и доказывают тоже так можно нужен какой-то баланс между нет тут такой момент философского типа смотрите смотрите в задаче самой в исходной минимизации там нет никаких норм вот так сказать сам метод навязывает норм нет почему надо смотря подождите в какой задаче минимизация вы хотите минимизировать функцию в рм вы хотите вопрос задать мне или что я не очень помню нет я не понял ваш тезис что нет но вот я и хочу сказать можно значит смотрите задачу как я понимаю вы рассматриваете минимизировать функцию в рм на каком-то многообразии может быть известно что-то про него все я не вижу здесь нормы в этой задаче а вы объясните мне тогда ну что такое локальный минимум давайте вспомним если глобальный минимум локальный определение локального минимума это такие х такая точка вернись нулевой что для каждой точки окрестностей глобальный норма выявить с точки х на его f от x больше равное f от x на ну а какой именно норма ну вот это вопрос ну так это тогда не задача вопрос а уже как строить метод поэтому метод можно строить нет конечно я же говорю что мне принципиально когда я использую максимальную гладкость мне их влияют в принципиально люди используют например для многообразия Грассмана в принципиальные углы я сейчас ну типа полярный полуровень ну и сейчас считают там да но ничего не так нет я же не против я же не против нет я понимаю вот тут что как бы пафос в чем во-первых удалось получить какие-то разумные формулы а-ля безусловной минимизации это я считаю принципиально результат очень бонус он имеет ну я не побоюсь философский характер потому что он показывает что на необразии все то же самое что безусловно не везет но формулу сравнить вот эту формулу со статьей полярного точно такая же формула один в один просто где-то константы даже по-моему так вот но тут чуть другая но тут константы включается формулы формулы в явном виде получат что тоже как бы является достижением потому что были какие-то осеннительные ну мне по крайней другое далее можно что-то вычислять естественно возможно совершенно другие какие-то приемы то есть можно вот люди этим вообще не пользуются за меня как оказалось ну тоже можно я согласен спасибо есть вопросы к докладчику еще вопрос тоже философского плана а если добавляются ошибки случайные там как это известно стахартической оптимизации что происходит с метром ошибки поточнее давайте градиент градиент приходится вычислять и он допустим со случайной дополнительной ошибкой ну тут надо все-таки разбираться насколько она велика но тут в принципе устойчивость то есть как стандарт градиента устойчивость то есть но это не отличается от обычного метода градиента в выпускном субботу ну нет понятно что-то надо доказать не следовалось но ответ я как бы заранее могу сказать тут будет устойчивость есть какие-то разумные ошибки все-таки будет более-менее нормально как бы послушал примерно но оценки я просто не думал о этих вопросах да еще вопросы пожалуйста нет спасибо Максим Викторович за доклад ведь он вполне реакцию бурную и живую что замечательно тогда на этом мы будем завершать наш семинар что-то что-то